Всем привет! Элизабет Квинн на связи. А ещё теперь вы можете меня назвать Лайза. Очень мне нравится. Классно звучит. На улице просто полная дерьмища. Ни солнца, ни тепла, ничего. Ещё и дождь пошёл. Что это за ужас? Ты на Мальдивах? Да, конечно. Вот, посмотрите, голубой океанчик. А здесь вот у нас акулы плавают. Конечно, белый песочек. Вы не видите? Я вижу. Вот будете так же просыпаться в 5 утра, в 4. У вас будут такие же галлюцинации как у меня. Так, надеюсь, это моя машина подъехала. Да, это моё. У кого сегодня день рождения, поздравляю с днём рождения, овны, сила. О, здравствуйте. Нормально, да? Да. Сегодня какой-то очень странный день. Видимо, какие-то лунные сутки. Не те. А, вот. Короче, проснулась в 4 утра. Ни что, ни сего. Не знаю вообще, почему так. Обычно я просыпаюсь хотя бы в 7. Но сегодня я просто поставила новый рекорд. Вот. Потом вызвала такси. Ситимобил. Бизнес. Сначала написала 3 минуты. Потом приходят смс-ки, что такси уже на месте ожидает. Я быстро-быстро надела пальто. Побежала из дома. Не досушила голову вообще. Она у меня мокрая абсолютно. Вышла из подъезда. А мне показывает. Водитель прибудет через 20 минут. Я думаю. Я не с той ноги, наверное, встала или что. Затем вызвала новое такси. И мне показывает. Ехать 43 минуты. Чтобы вы понимали, мне надо быть к часу на месте. Время 13.00. Классно, да? Что вы скажете на этом? По-моему, просто какой-то ад. Еще и пробочки. В час дня. Не, не жалуюсь. Все хорошо. Но я вызвала сейчас Яндекс. Обычно на нем езжу. Тут решила попробовать Ситимобил. Потому что мне сказали, что там какие-то нереальные скидки. Решила попробовать. Но, как видите, скидки у нас оборачиваются тем, что просто такси не приезжает. В общем, я поехала к косметологу на чистку рассказывать вам про те процедуры, которые я делаю. Ты сегодня милая. Спасибо большое. Но во всем виновата маска. Да нет, не успею. На самом деле не успею. Что-то позабывала все еще. Ну ладно. Бывают такие дни. Еще это период перед днем рождения. Он дает о себе знать. Он прям кричит, говорит о том, что Лиза, почувствуй меня. Как перс. Да перс замечательно. Сегодня утром перекрывался. Сходил с ума. Привет, Сапскова. Псков, привет. Рассказать о соревнованиях? Да, планирую выступать осенью. Нормальные вопросы будут сегодня, нет? У тебя фигура супер. Спасибо. Я старалась. Сейчас уже не стараюсь. Решила взять себе отдых. Остановиться. Были в Питере с моими друзьями. Здорово, что у нас есть общие знакомые. Как думаешь, человек тебя поздравит с днем рождения? Какой человек? Надеюсь, что меня все поздравят. Если не поздравят, то не велика потеря, ничего страшного. Хотя это самый лучший день во всем году. Но ничего его не омрачит вообще абсолютно. Когда подготовка, но думаю, что через месяца-два начну уже усиленно готовиться. Лиза, скажи, как толкнуть вес, чтобы пошел в минус? Или сократить калории, или увеличить физическую нагрузку? Лиза, я не могу. Пузо уже на лоб лезет. Кто-то пишет, я не поздравлю. Очень жаль. Не буду, значит, праздновать. Хотела бы быть брюнеткой. Если бы я хотела быть брюнеткой, я бы уже покрасилась. А так нет. Хочу отрастить свой цвет наконец-то. Нормальную длину. Очень нравится твоя фигура. Спасибо. В смысле кто-то? Андрей, ты поменял ник, я тебя не узнала. Блин, ну это наоборот классно, что ты меня не поздравишь. Не надо портить мне праздник. Таким нищебродом, как ты. Нет места на этом балу. Вы что, прикалываетесь? Вы умеете различать вообще сарказм от серьезной интонации? Какая беременность? Вы о чем? Ты очень интересная, я тебя люблю. Я вас тоже люблю, спасибо большое. Вчера смотрела фото Сейшел, ты там блондинка. Я уже переросла в тот возраст, когда мне хотелось что-то искусственное, белые волосы, нереальную какую-то длину, не знаю. Мне кажется, я через это перешагнула уже. Нарочные ресницы. Сейчас я хочу больше естественности. Выглядит это все очень достойно, красиво. Жаль, что я не душила волосы. Зачем скрывать это же счастье? Ну, буду скрывать до того момента, пока это не будет явно. Ну, зачем раньше времени панику поднимать? Новокузнецк не планируешь? Планирую. Планирую. Надеюсь, скоро получится выбраться. Я просто сейчас сильно вокалом занимаюсь, мне не хочется бросать начатое. Ты очень красиво. Желаю тебе, чтобы у тебя в жизни было все так же красиво. Ты как сказка. Нереально приятно. Это прям облегчение на душу. Вместо сегодняшней солнечной погоды меня радуют ваши слова. Почему мы не слышим, как ты поешь? Нет, ну, я и в сторис выкладываю, как я пою, и на страницу. Не знаю, почему вы не видите этого. Что-то настроение грустненькое. Видимо, не выспалась. С сегодняшнего дня я начала питаться иначе, чем было до этого. До этого я позволяла себе всякие вредности, усилители вкуса, бумаг, фастфуд и так далее. Шоколад. Но вчера я сдала анализ, который выявил, какие продукты мне не подходят, которые меня разрушают. Так вот, от них я отказалась. Сейчас чистое питание, и на таком питании я буду сидеть год примерно. А может быть и всю оставшуюся жизнь. Считаю, что нецелесообразно употреблять продукты, которые мой организм не усваивает, не воспринимает адекватно. Зубы не болят от брекетов и от смены дуг? Ну, когда меняют дуги, конечно, болят. Потому что создаётся натяжение, зубы начинают сдвигаться, становятся на новое место. Из-за этого немного есть дискомфорт. Лизочка, очень хочется, чтобы ты больше путешествовала. Тебе это очень идёт. Спасибо. Скоро полечу куда-нибудь. Какую книгу сейчас читаешь? Дочитываю тонкое искусство пофигизма и коридор. Чередую. То одну, то другую читаю. Коридор у меня на телефоне. Тонкое искусство пофигизма в печатном варианте. Привет, как дела? Кубков как много. Спасибо, всё хорошо. Скоро будет у меня много кубков. Скоро соревнования. Буду вас радовать. Твои подписчики тебя безумно любят. Я вас тоже очень люблю и очень для вас стараюсь, чтобы вам было интересно, чтобы вы узнавали много нового, полезного. Как тебе тонкое искусство пофигизма? Мне нравится. Читается легко. И разгружается как-то мозг. Начинаешь воспринимать жизнь немного иначе после прочтения этой книги. Ты считаешь себя богиней? Нет, я ещё не считаю богиней. Я считаю себя обычным человеком. Просто с какими-то адекватными взглядами на жизнь. И с правильным образом жизни. Ну, как по мне. Твои истории супер. Спасибо. Побольше тренировок. Да, я постараюсь. Я ещё найду в телефоне. У меня были сняты старые тренировочки. На Соньке тоже есть материалы сняты с тренировками. Так что буду вас радовать даже в период отдыха. Смотрела тринадцать причин почему? Нет. А мы считаем тебя богиней. Меня смущает. Перестаньте. Как мило. Не скучно без основной работы? Ну, я всегда нахожу себе развлечения и нахожу чем заняться. Поэтому нормально. Привет, с Кузни. Кузня родная. Привет. Я соскучилась. Улыбайся чаще. Если я буду постоянно улыбаться, у меня появятся морщины. Поэтому покер фейс. По-по-по-покер фейс. По-по-покер фейс. На-на-на-на. Как ухаживаешь за областью вокруг глаз? Недавно купила себе крутой крем. Я не вспомню, как он называется. У меня сейчас в памяти проблемы. Надо что-то с этим делать. Ой, вот. Я вам показывала как-то в сторис этот крем. приезжай на море. Приезжайте, девушки, на море. На море, на море, на море. Какая интересная рубашка у тебя, Лизок. Спасибо. Этот шарфик отдельно идет. Не могу заставить себя считать бжу. Начни, ты потом привыкнешь к этому, вольешься. у меня тоже бывают такие периоды, когда мне просто неохота считать ничего. У меня это педалирует очень сильно. Но по-другому не добиться того результата, которого мы хотим. Правильно? В Махачкалу на море пойдем. Я знаю, зачем ходят в Махачкале на море. Мне рассказывали. Лиза, какой у тебя рост? 170 сантиметров. По психологии очень много книг вообще классных. Мне очень понравилось «Хочу и буду» лобковского. НЛП почитайте. Есть там НЛП для девушек прямо. тоже классные. Ты в такси ведешь трансляцию, он все слушает? Ну да. Я всегда с подругами общаюсь в такси спокойно. Меня это не смущает. Что игнорируешь? Потому что игнорируешь пишется через О. ты пример для всех. Возможно. Я этого не буду отрицать. С наручными ресничками и длинными волосами было круто. Знаете, такую фразу «На вкус и цвет товарища нет». Поэтому каждому свое. Я поражаюсь твоей нежностью. Ты очень мягкая, утонченная, легкая, очень жестственная. пример для подражания любой девочки. Тут я соглашусь. Девушка должна светиться, излучать свет и все должны слетаться как мотыльки на этот свет и заряжаться вашей энергетикой. Поэтому будьте легкими, позитивными и все, что вы будете транслировать в этот мир, то и будет к вам притягиваться проверенным. Любимый парфюм какой у тебя? Луэвитон. Я им пользуюсь практически ежедневно и разбавляю это все молекулой. У меня 22-я молекула. Невероятный аромат получается. Все просто в восторге. Ой, что вы тут пишите? Я недавно делала пост про книги. Там совет, какие книги стоит почитать по психологии. Пользуйтесь. Лиза, ответь про ракеты это очень важная информация. Я не понимаю, про какую ракету идет речь. О чем? Что за ракета? Давно в Лавнов Кузнецке? По-моему летом. Давно. Надо съездить обязательно еще. И сейчас, красотка. Спасибо. Как ты отдыхаешь, никто так не отдыхает. Не знаю насчет всех. Я особо, знаете, не слежу ни за кем. Каждый живет так, как ему нравится и кайфует тоже так же, как ему нравится. спрей какой любимый от Victoria's Secret? У меня была целая куча, я вообще не пользовалась его, они у меня стоят до сих пор дома, по-моему. Не знаю, что-то как-то они мне приелись, слишком какие-то они приторные. чаще прямой эфир. Ребят, вообще выхожу в прямой эфир по возможности реально. Как понять, разбавляешь две сразу? Да, молекулы наносятся на тело, там смесь этих, как их, Господи, ну когда я хочу что-то сказать, я сразу забываю это. Да. Короче, вырабатывается естественный запах ваш, они не слишком насыщенные, если смешать их с парфюмом, вашим любимым, то будет реально очень крутой аромат. Лиза, приезжай еще в Питер, обязательно скоро поеду с подругой еще. Лиза, мы тебя любим, мы всегда с тобой знают, а? Блин, так классно, реально. Я сегодня пришла, короче, на педикюр, просто записалась поблизости с домом, в какой-то салон, и ну там уже привязывается номер, когда ты записываешься, почта и все такое. Вышла с педикюра и мне звонит кто-то, я беру трубку, мне говорят, Лиза, мы вас узнали, когда вы ушли, мы сначала не поняли, кто это, блин, как классно, приходите к нам еще, мы хотим свое сфаткаться, так приятно вам говорю, спасибо большое, обязательно приду, обязательно сфотографируемся. С мамочкой часто созваниваетесь, ну мы в основном списываемся с ней, она у меня сидит в инстаграме, в ватсапе, всегда следит за мной, и вот списываемся. Когда у тебя день рождения? 17 апреля. Феромоны. Вспомнила слово, представляете? Вот, в молекулы феромоны. Лиза, где микродермол? На месте, вот он. Делай посветлее бровки, тебе будет лучше. Спасибо большое за совет, но я в нем нуждаюсь, правда. Забывчивая тетерия тоже. Блин, это вообще, особенно, когда я в прямом эфире, у меня просто иногда, знаете, пустота. Спанчбоб, блин. Приезжайте, девушки. Извините, связь прервалась. Мне позвонили, потому что я опаздываю. Я опоздун. Ай, вообще не комментирую, вообще никого не буду комментировать вот про то, что вы пишете. Не вообще. Без комментариев. Нет слов. Одни эмоции. Я еду в клинику косметологии. Да, Овин. У меня тоже 17 апреля. Круто. Ты сегодня прям язвана. Да, это тень Мальдивы. Я умираю. Мне хочется повесить из-за того, что это не Мальдивы. Жаль. Помогает обруч хула-хуп сжигать калории. Ну, мне кажется, там очень мало калорий сжигается, честно. Обруч на данный момент 64 килограмма. Очень нравится твоя история. Интересно видеть мир своими глазами. Ты супер. Ну, тут я соглашусь, что мы все видим мир по-разному, конечно, потому что истории вообще не передают того, что я вижу. те дали визу в Америку. Слушайте, я не успела податься даже. Зато у меня есть виза в Японию. каким цветом у тебя волосы пепельно-русые. В общем, все, всех целую. Всем пока, у меня садится батарейка. Как-нибудь позже еще выйду в прямой. Всем хорошего дня. Не будьте бяками.